В Слободском районе прошел традиционный день поля для руководителей сельхозпредприятий области. На нем они могли познакомиться с последними разработками отечественных машиностроителей, работающих для села. Репортаж Анастасии Войнолович. Один из флагманов отечественного машиностроения сейчас входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельхозтехники. Производственные площадки предприятия расположены в России, Канаде, США, Украине и Казахстане. В рамках Дня поля в Кировской области машино-производители представили вятским труженикам села полную линейку специализированной техники. Посланцы районов смогли увидеть новейшие комбайны, тракторы, почвообрабатывающие, прицепное и другое оборудование в работе. Мы в этом году большой делегацией были на заводе, посмотрели непосредственно производство. Я как инженер по образованию разбираюсь во всех этих вопросах технических, технологических. И, конечно, я порадовался, что завод выставил, завод начал новую жизнь. И начал жизнь свою не только зерноуборочными комбайнами, какими славился завод в советские времена, машинами для уборки урожая. Крупные хозяйства Кировской области пока не могут похвастаться отечественным автопарком. Вятские поля сейчас обрабатывают в основном импортная техника. Основная причина такой ситуации кроется в новейшей истории нашей страны. К нашему сожалению, в годы перестройки сельхозмашиностроение было погублено. Оно не смогло конкурировать, выстоять в той конкуренции, которая была предоставлена, в принципе, Западом. С очень высокопроизводительными машинами, с комфортными условиями для работы механизаторов. В наших краях лето короткое. И самое главное, что требуется от техники, это производительность. Люди готовы работать от рассвета и до глубокой ночи. Важно, чтобы и техника не подвела. День поля – хорошая площадка для обмена опытом и мнениями. Что касается зерноуборочной техники, то у нас в основном комбайны «Классы», «Холланды» и один «Джундир». Что касается кормозаготовки, то у нас тоже там существует классовская техника. Ну, мы в основном, так сложилось почему-то, что лет 2005 года мы очень сильно стали переходить на импортную технику. И так получилось, что когда ребята уже, вот «Росельмаш» вышел активно на рынок, у нас уже была именно закуплена техника импортного производства «Класс». Представители кировских сельхозпредприятий с интересом отнеслись к новым предложениям отечественных машиностроителей. И при оптимальном соотношении цены и качества сельскохозяйственной техники на российских полях вновь будут работать комбайны отечественного производства. Анастасия Войнолович, Максим Козлов, Вести, Кировская область.